здравствуйте друзья я приветствую вас на самом скажем так рабочем автомобиле опять в передвижениях и опять я хочу сделать небольшой обзор значит обзор темы именно вот тема такая вы мне сами накинули и я вам рассказываю вопросы звучат буквально так если вот все собрать очень часто встречающиеся я как и говорю я всегда стараюсь поэтапно отвечать на все ваши вопросы которые вы задаете в своих комментариях и я вижу чем более популярен комментарий тем соответственно в очереди этот вопрос приближается к моему личному значит ответ итак вопрос буквально звучит так имеют ли право коллекторы звонить мне вообще если я ничего не получал ничего не знаю и они утверждают что не обязаны меня уведомлять так как они либо дочерняя организация либо работают напрямую от банка и бла-бла-бла и всякая там трактовка вот этих их действий сразу забегая вперед скажу незаконных итак насколько категорично бы они не заявляли существует четкий конкретный и все поглощающий ответ которым вы можете парировать их утверждения голословные они просто голословные начнем с того что это просто голос из трубки это раз в любом случае не обязаны вступать с ним диалог а если и вступили то должны понимать итак этот ролик может могут не смотреть тем кто получает удовольствие от общения с коллекторами само собой кто давно уже на нашем канале но у нас постоянно люди приходят новые и поэтому я для новых подписчиков это записываю друзья существует четко конкретно без всяких каких-то еще там поправок 230 федеральный закон вступивший силу с 1 января 2017 года закон регулирует действия которые осуществляют коллекторы банкиры взыскатели всевозможных мастей по отношению в процессе работы с заемщиками подчеркну вы не должник должник это человек которому судья уже присвоил этот статус вы должны клиент банка клиент банка и никакой градации не должно существовать проблемный непроблемный вид клиент это запомните ну ладно и так 230 федеральный закон в части статьи 9 то есть берете вот кто что-то там думает поверьте это несложно только стоит попробовать некоторых прям азарт возникает яндекс google интернет у всех сейчас есть прям сейчас берите там я не знаю на паузу ставьте это за эту запись 230 фс прям делайте выходит консультант как правило консультанта плюс сайт и проматываете статья 9 я не буду ее цитировать у меня под руками нет мне достаточно знать ее содержание так вот там четко конкретно регламентирована в обязанности поставлено в обязанности банкиров мэнфо шаг всевозможных то есть первого кредитора основного кредитора того лица который дал вам займ суду кредит и так далее они обязаны вас на собственном бланке фирменном бланке заверенном печатью настоящей печатью с подписью ответственного лица уведомить либо вручив это уведомление вам под роспись а либо отправив через почту россии в этом письме должно быть написано в этой бумаге должна быть написано название должно быть написано название организации которая впредь может с вами общаться независимо от того агентский они договор заключили с этой организация или договор цессии не имеет значения появилась третье лицо вас должны уведомить вас должен уведомить кредитор вас только с ним отношение Появление третьего лица вас не должно беспокоить, если это произошло без соблюдения каких-то определенных законных действий. Вас должны уведомить. В этой бумаге должно быть написано название, еще раз повторю, организации, реквизиты ее полные, список ответственных лиц, кто с вами общаться должен. Понимаете, если включать голову, как я всегда рекомендую, не может с вами общаться суть организации. Если написано организация такая-то, о-о-о, рога копыта, то с вами, значит, имеет право общаться только лишь директор этой организации. И все. Если кто-то другой общается, у него должна быть доверенность от организации, что эта организация делегировала ему право общения с вами. Понимаете? Только так и никак иначе. То, что вам рассказывают эти недоучки, которые вам звонят строгим голосом, с вами пытаются говорить, и многие на это реагируют, клюют на эту наживку. Какой строгий голос. Вы послушайте наши записи на нашем канале. Как этот строгий голос через три минуты превращается в голос придурка. Либо дрожащий, либо срывающийся на крик, либо просто тараторящий по списку, что ему написано на бумажке, или там где у него на экране этот скрипт. Голос человека, который не умеет, не привык думать своей головой. Они и стараются вас вытянуть, сорвать на страх, понимаете? И это сложно делать, если человек подкован. Вся тема нашего канала изгнать из вас страх. Дать вам знания, потому что именно незнание формирует тот самый устойчивый страх. Совершенно бесплатно. Берите, пользуйтесь. Понимаете? Почитайте 230-й федеральный закон, статья 9. Ой, простите, часть 9. Или статья 9, короче говоря. Статья 9, да. Девятая статья, простите. А вот. И там это все написано. То есть, это должен быть, еще раз повторю, на бланке организации, МФО, банк и так далее. И они должны вам его прислать, вручить под роспись, либо прислать заказным письмом. То есть, факт вручения должен быть зафиксирован. Вот. На моей практике я еще ни одного такого документа не видел. Я видел кучу всяких коллекторских бумажек, типа, Актив Бизнес Коллекшн уведомляет вам, что вы на основании такого-то договора имеете право общаться там. Нет! Таких бумажек я могу вам тоже прислать кучу. Понимаете? Мне вот звонят иной раз и говорят. Мне позвонили, сказали, что они дочерняя компания, и они могут работать со мной на правах банка. Глупость, это они сказали. Вот и все. На что они имеют право? Они имеют право, человек звонит. Они имеют право, он звонит и спрашивает у меня. Понимаете, человек взрослый мужчина. Имеют право ко мне зайти домой они или не имеют право? Елки-палки, мне хочется сказать, прям ему закричать. Да включи ты свою голову когда-нибудь. У тебя есть, говорю, где-нибудь там ларек, где какой-нибудь работает там, вах, какой-нибудь такой этот, там, свежий красный помидор продает. Слушай, лучший помидор бери. Он имеет право, этот продавец, к вам зайти домой? Конечно, вы смеетесь, угараете, говорите, конечно, как же я его не пущу, я ему башку там пробью, если он начнет ко мне домой ломиться. А у него тоже ИП, ООО какой-нибудь этот ларечек. Так те, кто к вам звонят, у них тоже ООО, ИП. Ну только это коллекторская структура, да даже если это и банк. Все, что между вами происходит, это договорные отношения. В договоре не написано, вы не соглашались, взяв деньги, стать рабом обстоятельств. Нет, конечно, многие из вас стали. Статус человека, который должен, очень тяжелый статус. Но поверьте, его можно сбросить, если просто начать думать, задумываться, друзья мои. Понимаете? Я вот вам говорил, что теперь мои обзоры, они не просто будут сухой юридический какой-то комментарий. Я буду стараться уже психологически подходить к вам. Потому что очень часто меня просят, помогите нам стряхнуть с себя. Я раньше говорил, я не подтираю сопли, я не психолог. Мне уже приходится становиться психологом. Потому что действительно человек смотрит наш сайт, смотрит презентацию. Кому интересно, пожалуйста, в описании ролика есть ссылочка на наш сайт. И там выложена презентация, как устроена работа кредитных юристов. Кто-то посмотрел? Да тут все понятно. Алло, да, здравствуйте, я хочу стать вашим клиентом. Пишет заявку, нам звонить не надо, тяжело дозвониться. Действительно, просто в форме заявки мы вам сами перезвоним в рабочее время. Все, я готов. А кто-то, знаете, говорит как? Пишет мне, вы меня успокоите. Или вот я все понимаю, а маму не могу, там сестру, жену, брата не могу переубедить. Ну поговорите с ним, успокойте его. Я все время говорю, мы не психологи. Мы не можем сопли подтирать взрослым людям. Не знаем как. Потому что все очевидно. Если человек нормально, вот отбросил, хорошо. Если хотите, чтобы было все действительно понятно, прежде чем смотреть ролик на нашем сайте, презентацию нашей работы, посмотрите с десяток, они коротенькие, вот на нашем канале переговоров с коллекторами. Посмейтесь, поугарайте. Найдите Герпес Адольфович, как у нас наш лаборант, их рвет на части, ботаник. Посмотрите, успокойтесь, и только потом смотрите презентацию. Поверьте, вам будет легче. Вам спокойнее, вы включите голову. Потому что пока вы будете смотреть ролики, с десяток наших роликов, это займет от силы час, вы начнете задумываться. У вас мозг начнет голодать. В плане того, что ему будет не хватать дополнительной информации. У вас начнет мандраж бить. А как это все устроено? Почему? Вот так, оказывается, можно легко и просто с ними общаться и получать даже удовольствие от этого. Потому что на нашем канале не только юристы общаются, простые люди общаются, присылают нам ролики. Кстати, кому это интересно, 946-7836-собакалист.ру. Присылайте в виде файла только, пожалуйста. Не надо нам присылать там ВКонтакт, потому что, поверьте, у нас очередь. У нас очень много роликов присылают. И мы хорошие ролики прослушиваем, всякую билиберду, такую тишину, где просто человек, я понимаю, что он впервые поговорил с коллектором, ему кажется, это круто. А на самом деле бывает, что вообще никакого драйва нет. Нам нужен драйв. Либо реальный троллинг, панкрота, пранкер такой, знаете, жесткий, не знаю, как это слово называется. Ну, либо реальный такой взвешенный разговор конкретный. Не нужны истерики там, кто громче на кого орет, не нужно. Лучше смейтесь, если вас нервы не выдерживает, смейтесь в лицо этому коллектору. Присылайте, и мы будем хорошие ролики выкладывать. Даже можете с грубостью, с руганью, с нецензурщиной, без проблем. Мы там подрежем ваши имена, фамилии, не беспокойтесь. И, кстати говоря, можно добавить вот в это мое обращение факт, знаете, кто спрашивает, а могут за это привлечь? Нет, не могут. Не за что привлекать. Ну, во-первых, я вам так скажу, что никаких имен не звучит, а во-вторых, и самое главное, ни один коллектор не представляется настоящим именем. Им не с чем идти никуда в суд. Коллекторы вообще никто. Вы в любой момент можете сказать, ну, если вдруг чисто в гипотезе вам предъявят, да, в официальном формате, то фиг звонит какой-то номер телефона, ну, цифры непонятные, и начинает мне рассказывать, что я ему должен. Я ему ничего не должен. И я, естественно, разговариваю так, как мне хочется. Это мой телефон, звонок мне, вторжение в мое личное пространство, в мою частную жизнь. Естественно, я себе позволить могу все, что угодно. Он должен быть к этому готов. И вот когда они говорят, запись разговора, там и все такое, вы под запись разговора, я призываю хохотать им в лицо, и под эту запись разговора говорить еще более страшные для них вещи. Понимаете, это они берут на понт. С записью разговора никуда не пойдешь. По закону, чтобы диктофонная запись имела какой-то юридический вес, осуществляя эту диктофонную запись, вы должны в присутствии двух свидетелей перед тем, как осуществлять диктофонную запись, договориться. Они должны потом дать показания, что они в курсе были, что вот эта диктофонная запись сейчас идет. Для чего это делается? Чтобы она не была сфальсифицирована, эта диктофонная запись. И, соответственно, после этого она может играть какую-то роль в суде. Но если это ваша запись, понимаете, либо запись коллекторов, вот чувствуете разницу. Вот он позвонил и говорит, запись разговора. Вы под запись разговора скажите, что отказываетесь от кредита. Ребята, это простой понт. Они берут на понт. Что человек испугается. Я лично всегда рекомендую, говорите, да, я под запись, делая погромче свою запись сраную. Никакой, во-первых, записи там нет. Хотя по закону они должны записывать и хранить три года эту запись. Но звонок вам незаконен. Изначально вот этот звонок, он незаконен. Если у вас нет бумаги от кредитора вашего, что вот будет звонить. То есть если вот идет звонок, здравствуйте, не знаю, актив бизнес коллекшн. Но у вас лежит бумага от Сбербанка, что передано на актив бизнес коллекшн. Это законный звонок. И то это ваше право продолжать разговаривать. Сказать, не хочу ничего разговаривать. Вся информация в письмах отправлен. Ну вот мы, допустим, люди, которые с нами работают, мы им так и рекомендуем. Если, ну вообще у нас переадресация, то есть мы отвечаем на их звонки отдельно. Это, ну, для тех, кто хочет стать нашим клиентом, вы должны понимать, что мы еще и моральную нагрузку снимаем. Мы сами с вашими взыскателями работаем, вот, общаемся по телефону. Там разговор короткий. У нас нет времени на общение. Вся информация отправлена по почте России в банк. Вы со всей информацией можете ознакомиться. Почему не платят? Все написано. На основании какой статьи? Почему? И что такое? Я, кстати говоря, отдельно сделаю ролик, отдельный обзор 29 статьи закона о защите прав потребителей. На основании чего, вот, вы можете не осуществлять платежи, пока вам не предоставят определенные условия, там, документы и все остальное. Вот, тоже есть такое дело. И вот, это простой ответ. Я не хочу с вами разговаривать. Все вопросы письменно, пожалуйста, ко мне. И я буду вам тоже отвечать письменно. Понимаете, это законная позиция. Вы в правовом поле, не надо ничего бояться. А вот, поэтому еще раз, 230-й федеральный закон. Те, кто сомневается, что ему законно или незаконно звонят. Статья 9. Читай внимательно, все очень просто и понятно написано в этом законе. И имейте в виду, закон создан не для банкиров. Закон создан для граждан. Это очень важно. И принцип права в нашей стране носит заявительный характер. Слово закон, словосочетание соблюдения закона. Никаким образом даже рядом не стояло со словосочетанием банковский бизнес. Все, что происходит со стороны банков в отношении кредитов, все незаконно. В вашу сторону идет лавина незаконных действий. Начиная от заключенного договора, когда вы заключаете договоры, там очень много пунктов, противоречащих действующему законодательству. Это тоже отдельная история. И заканчивая вот этими взысканиями, процентами, ну и конечно же в случае просрочки всем вот этим остальным. И поэтому, еще раз повторяю, закон и банк это два несопоставимых термина. Но дело не в том, что они не соблюдают закон, а дело в том, что они четко понимают, что никто жаловаться не будет, не знают как. Не знают как истригут это стадо. Очень-очень успешно. Ребят, а вы можете, понимаете, а вы можете совершенно спокойно делать то, что вам положено по закону, оставаясь в правовом поле. Не платить, если не можете. Спокойно существовать в этом статусе неплатильщика. И как правило, банкиры вынуждены соглашаться, если делать все правильно. Как правильно, пожалуйста, в описании ролика, еще раз повторяю, ссылка на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа кредитных юристов компании Алян. Это для тех, кто хочет стать под юридическую защиту, пожалуйста. Там расписано все, что почем, насколько это выгоднее, удобнее, понятнее, чем платить в банк бесконечные платежи и так далее. Ну, а я желаю вам счастья, здоровья. С вас лайк, подписка, если вы до сих пор еще не подписались на наш канал. Очень много интересного будет в скором будущем. У нас очень много интересных вещей ожидается. Ну, и делитесь в соцсетях ссылочками на наши ролики. Потому что, действительно, чем больше людей будет знать об этом, тем и вам будет лучше, и всем остальным. Ну, и нам. Мы никогда не скрываем, что мы на этом делаем бизнес, хороший бизнес. Я имею в виду с точки зрения не только финансовой составляющей, но и с точки зрения вообще полезности этого бизнеса. Ну, во всяком случае, полезнее, чем банковский. Но нам далеко до прибыли банкиров, потому что к нам обращаются десятые доли процентов людей, способных справиться со своим страхом. Я надеюсь, многие из вас действительно смогут справиться благодаря нашему каналу, благодаря своей силе воли со страхом. Включить голову, посмотреть на ситуацию и разобраться. Ну, и группа ВКонтакте, тоже ссылочка есть в описании этого ролика. И всех, кстати, других роликов тоже вся эта информация есть. Пожалуйста, вступайте в группу, там все ролики дублируются. Можете через ВКонтакт смотреть нас. В последние 20 секунд записи выходят аннотации, которые кликабельные. Пожалуйста, на них нажимайте. Вас тоже перенесет на необходимые информационные источники. Как устроена работа кредитных юристов компании АЛИАМ. Полезный материал. Мы предлагаем шаблоны и так далее. Очень интересно. Действительно, оно того стоит. Ну и, конечно же, в этом углу будет кликабельная ссылка для подписки на наш канал. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты компании АЛИАМ. Всего вам хорошего. До свидания, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok